Суббота 20.00, проект Откровения и я вашему вниманию. Добрый вечер, дорогие наши зрители, Добрый вечер, Бан. Проект новый, но проект достаточно интересный и необычный и даже мне он открывает какие-то тайны нашего города Павлодара. Подумать только вот, о чем мы будем говорить сегодня. Это программа в эфире телекомпании «Ирбиса», ее автор и ее ведущий Рустам Мухаммед Калиев. Вашему вниманию, Рустам, привет, привет. Добрый вечер. Добрый вечер и рад тебя видеть. Да, добрый вечер. Рад всех тоже видеть. Ну вот и здорово, на самом деле, что пришел. Я вот с этого и начинаю. Собственно говоря, «Подумать только». Программа вышла осенью, прошлого года. 21 ноября. Прям дату помнишь? Да, конечно. Это ж мое детище. Мое детище, говоришь. Я в него очень много вложил души и сил. Интересная программа, на самом деле, она раскрывает тайны «Подумать только», само название говорит о том, что «Подумать только» вот в Поводаре стоит мина, к примеру. Да, мы с тобой рассказывали осенью, откуда она взялась, зачем, кто ее привез. Сложно ли искать информацию о каких-то неизведанных или, может быть, даже неизвестных? Ну, на самом деле, конечно, в интернете много у нас чего есть интересного посмотреть. Можно найти все. Но тут вопрос в другом. Что будет интересно самому зрителю? И при выборе каких-то мест определенных и передачи, о чем я буду рассказывать, здесь вопрос больше в этом стоял. Потому что в Поводаре, по большому счету, рассказать есть много о чем. Но выбрать тот объект или ту историю, которая будет интересна зрителям, это уже немножко посложнее. Но, думаю, мы нормально с этим справляемся пока. Справляемся. Ну, по моему ощущению. Еще есть, еще найдутся вы телезрители. Обязательно ждите, будет еще больше интересных выпусков. Тем более, как наш последний выпуск вышел про вот эти 16-ти этажки, это отдельная история. Это отдельная история. Давайте посмотрим фрагмент. Там 5-минутный, по-моему, выпуск «Рекордсмен», потому что это межпрограммник. Вот давайте фрагмент посмотрим, а потом обсудим именно эту программу. Внимание на экран. Одна из главных проблем казахстанского общества – это суицид. Подумать только. По официальным данным, за 2021 год страна по количеству самоубийств заняла третье место во всем мире. Чаще всего причины лежат на поверхности. Одиночество, денежные проблемы или проблемы с психикой. Более того, в Паладаре есть место, которое буквально само притягивает самоубийц. Говорят, оно даже проклято. Сейчас мы туда и направляемся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Эти многоэтажки в народе называют домами самоубийц. Им чуть более 30 лет, но за столь короткий срок здесь покончили жизнью десятки человек. Полиции затрудняются назвать точное количество, но по предварительным данным, здесь свели с счетой жизнью порядка 40 человек. По непонятной причине дом, стоящий в центре, забрал больше всего жизней. Его-то и называют проклятым. Так ли это? Пролить свет на этот вопрос мы постараемся вместе с опытным экстрасенсом. Уже более 15 лет она занимается тем, что использует свой дар, чтобы помогать людям. Согласилась помочь и нам, но при условии, что останется за кадром. Дом встречает нас, если честно, крайне недружелюбно. Грубо говоря, просто посмотрите на это. Это первый этаж, куда мы поднялись, а тут, ну, сами видите, кровь. Непонятно, что здесь происходило. Однозначно дом наисильнейший по энергетике, по негативной энергетике. То есть, когда поднимались по лестнице, я неоднократно говорила, что мне здесь не очень хорошо. Я здесь заплутала, как лабиринт, как будто. И есть такое ощущение, что те, кто хотели покончить с собой, именно многие из них, я думаю, что они решались именно здесь. И здесь какая-то сила, которая их просто вот подтолкнула к этому. Да, это прям вот, ну, я прям вот уверена в этом. Действительно, когда выходишь, подходишь немножко к выходу сюда, что дом словно как будто наклоненный и прям подталкивает сзади. То есть, вид на самом деле так красивый, да. И каждый подумает, зачем покидать этот мир, а тут просто, ну, и закончили так вот. Мое такое видение, что здесь, когда была застройка изначально, что здесь на третьем, пятых этажах что-то случилось. Все именно при постройке этого дома. И, возможно, здесь просто человеком, возможно, как вариант, что его потеряли, не нашли, не отмолили, не вымолили. Возможно, вот этого человека до сих пор дома ждут. И вот такие вот вещи, что душа, ну, в нашем понимании, чтобы складно было понятно, просто неотмоленная душа. Здесь я бы предложила, конечно, кровь пустить барана, сделать жертвоприношение, сложиться, возможно, жителям этого дома, возможно, те, которые потеряли своих близких, то есть, каким-то образом. Но пустить именно во дворе кровь, вот. Я бы такое предложила им, если бы меня спросили. Просто кровь, наверное, обряд какой-то. Обряд, конечно, да, раздать, как положено, конечно. Но именно, или жители, то есть, это не со стороны должен быть человек, у которого есть возможность купить, да, по деньгам. А именно тот, кто каким-то образом связан с трагедией здесь произошедшей или еще что-то. Да, ну, возможно, даже если в этом доме, как вы слышали, что они могут продать квартиры, возможно, даже эти жители почему нет. В Павлодаре осталось еще немало интересных мест и экспонатов, тайну которых я расскажу вам в следующем выпуске «Подумать только». Ну, вот, посмотрели, вот, объясни мне, Рустам, что здесь важно в этой программе? Жуть нагнать было? За счет чего вот? Или за счет музыки? Ничего ведь сверхъестественного? Или это все правда? Ну, это 50 на 50. По ощущениям, по-моему, личным, я бы не сказал, что я какой-то там верю в какие-то паранормальные явления или сторонник каких-то таких теорий и заговора инопланетян, призраков, духов. Но по личным ощущениям, на самом деле, место не самое хорошее. И, грубо говоря, факты говорят об этом месте. Ему всего лишь 30 лет, даже меньше 30 лет, но там уже погибло порядка 40 человек. Это по предварительным данным. Учитывая, не учитывая то, что говорят сами жильцы, кто живет. Я вот буквально недавно ехал в такси после выпуска этой передачи. И мне человек, который живет в одном из этих домов, но не в центральном, а в соседнем, вот в одном из трех богатырей, он мне сказал, что он гораздо больше. Гораздо больше. Да, он живет там. И он тоже, говорит, ну, интересная передача, но там, говорит, жуть что творится. Ты идешь, выходишь на работу, садишься в машину, говорит, прогреваешь. Видишь, девушка идет такая симпатичная. Раз буквально через 5 минут ее уже нету, вот она. Ну, это, простите меня, давайте жуть ее настолько нагонять не будем. Это не каждый день, да, случается трагический. Ну, да, но, тем не менее, отрицать то, что у этих многоэтажек дурная слава, тут нельзя. Это факт. Это факт. На самом деле, когда думался, подумать только, еще раз говорю, это, я не знаю, из исторических зданий десятки в городе Павадаре. Да. Что, вот склад ума такой, все-таки к чему-то неизведанному, таинственному, экстрасенсорика какая-то, что тебе? Ну, вообще, неизведанно, мы же, вообще, человеческий рот, он же очень любопытен по своей натуре. И всегда интересно то, что где-то за какой-то гранью идеи, всегда мы пытаемся объяснить причины того или иного. Вот мне стало интересно, почему, с какой, понятно, что по фактам, по сухим, я не смогу догадаться, ну, почему так происходит. Поэтому я решил прибегнуть к другой стороне, немножко объяснить это с точки зрения экстрасенсорики, какой-то мистики. И вот пригласил эксперта на передачу. Идея возникла вообще, мне просто стало интересно, как эту историю можно рассказать для наших зрителей по-новому. И рассказал. И рассказал. И рассказал, ну и молодец. Тебе 30 лет, один в семье, написано у меня в твоей биографической справке. Как круто один в семье. Ну, можно было бы еще брать каи или сестренку, но в целом не жалуюсь. Разбавленный? Вот один. Ну, можно сказать, что да. Ну, меня больше в детстве баловали, там, бабушка с дедушкой. Так сказать, ну, как дома там мама меня особо не баловала, там одного взгляда хватало, чтобы... Ну, то есть мама строгая? Ну, да. Папа? Потому что заменяла и маму и папу. Заменяла маму и папу. То есть мы дошли до твоего папы без папы. Ну, детство у меня прошло. Конечно, я с ним виделся и, ну... Но такого тесного общения мы прям не поддерживали. Больше все равно на стадии взросления, точнее детства, меня больше... Меня вложили бабушка с дедушкой по папиной линии как раз таки. Ну, и по маминой бабушка, а потом вот мама, мама и потом уже сам. Ну, и ничего? Ну, так сложилось? Так сложилось. Так сложилось? Ну, все-таки печально ты говоришь, так сложилось. Ну, как сложилось, так сложилось уже. А был он, ты уже не можешь ничего не можешь изменить. А печальиться, об этом я не вижу смысла. Не вижу смысла. А вот скажи мне, один в семье, еще раз подчеркиваю. Можно программу было назвать один в семье. Подумать только один в семье. Подумать только один в семье, да. 30 лет, еще раз подчеркиваю. Своя семья где уж? Это прости меня, я с тобой рука, об руку, локоть в локоть, условно говоря, работаю. Пора уже поделиться? Пора. Но. Но. Всегда в жизни есть но. Но. Не на что. Вот все равно, время идет, я сам понимаю это и подсознательно. И уже было несколько даже отрезков, где мне говорили, вот не женишься сейчас, не женишься никогда. И такое же было раза три. Ну, условно там 25, 27, вот в 30 уже плюс-минус такие фразы звучат. Но как ты женишься, когда нет подходящего человека? Вот так вот. Ну, понятно дело. Много есть окружающих интересных личностей женского пола. Но вряд ли кто-то из них. Я буду достоил кольца на пальце. Не цепляет, как будто они. Идеализируешь вообще в жизни, вот если взять женский образ, образ мамы. С годами? Или сам вот такой думаешь, боже мой, вот я уродился красивый такой, высокий. С какой ростом у тебя, кстати? Стосин четыре. Ну вот. Вот я такой есть и мне вот подавайте вот так, вот так и вот так. Нет, скорее всего. Тут все от восприятия отлично зависит. Это если человек меня зацепил, а что вот с годами, вот я заметил, уже все меньше и меньше людей, которые меня могут чем-то удивить. Ну вот особенно девушек. Как будто, знаешь, уже все пройдено, а как будто я уже все поздал в этой жизни. И преисполнился, знаешь? И преисполнился. Боже мой, какими фразами апеллирует сегодня. Ну то есть ищет человек Рустам Мухаммед Калиев, автор проекта. Правда ужасно сделал программу про эти 16-этажки, но там много было чего. Ну и еще интересно, в поиске вот этот парень, в общем, дамы, присмотритесь. Холост он у нас. И еще открою вам небольшой секрет. Огромная армия подписчиков в Инстаграм телекомпании Ирбис. Сайт телекомпании Ирбис просматривают. Ну и вся эта трансляция в Ютубе у нас. Все это осуществляется. Вот это он. Если что-то вам в Инстаграме не нравится, знайте, это был я. Если там ошибка какая-нибудь. Бывают, кстати, ошибки? Ну это больше механические, ну как сказать, человеческий фактор всегда присутствует в работе. Но если оно замечается, сразу же убирается, что в основном у нас подписчики не замечаются, если такие факторы случаются. Но стремимся к идеалу, как всегда. Насчет, ну, этого строго. Строго. Начальство строгое у тебя? Такое, как кнут и пряник. Как кнут и пряник, как кнут и пряник. В чем интерес к... Вот абсолютно две параллели. Программа «Подумай только» – это абсолютное творчество, это твоя профессия, профессия журналиста. Ты не учился, не проходил курсы, а может быть и проходил это уже твое личное на СММ специалии. Ты журналист. Это абсолютное творчество, это журналистика. Это для тебя тоже сегодняшняя современная журналистика? Что ближе, в телевизоре или там вот онлайн? Вообще у меня так получилось, что как бы изначально я был в журналистике, но потом меня ветром занесло и в блогерство. И там я уже больше начал знакомиться с социальными сетями, как они работают, как устроен Инстаграм, Ютуб в первую очередь. И там я начал, занимаясь блогерством, я начал эту стезю познавать. И она мне тоже показалась интересна к вопросу о том, что, считаю я видом тоже уже журналистской деятельности, то отрицать силу влияния социальных сетей в нашем 21 веке – это невозможно. Это один из, один из уже столпов стал. Ну это удобнее, мы же прекрасно видим уже и пенсионеры, да, и пенсионерки, и люди проезжают свои остановки. И возможно они как раз-таки в этот момент телекомпании «Ирбис» в онлайн-формате, в Инстаграме что-то читают. Люди в магазинах забывают свою очередь или забывают, зачем они пришли, потому что все сегодня в интернете, и это нужно развивать. Да, согласен. Я думаю, наши подписчики заметили это, насколько наш канал немножко стал активней, особенно, что касается сайта и Ютуба, там начал выходить регулярный контент, постоянный, без никаких задержек. Что касается Инстаграма, там у нами делается большой упор, естественно, на Инстаграм, потому что мы получаем большую, огромную связь обратную от наших подписчиков, зрителей, и там… И это все я еще раз, да? Нет, это не все, у меня есть мой коллега тоже, я не прям один этим занимаюсь, но в большинстве случаев, если что, в Инстаграме или в соцсетях, то это да, это ко мне. Ну, как бы, я не могу объективно себя оценивать, свою работу, но считаю, что на данный момент, и как минимум по статистике, по каким-то данным у нас рост, рост, рост. Ну, давайте у нашей аудитории спросим, подписаны ли вы на страницу в Инстаграм телекомпании «Ирбис». Вот, они говорят, да, 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 ну, значит, вот действительно, радуйся. В общем, есть для кого работать, на самом деле. Конечно. И есть куда расти. Ведь в телевидении, на самом деле, ты потратил огромную, огромные силы. Вот сейчас мы с тобой вечером сидим, да, вот заняться нам нечем. Ну, приятная беседа, безусловная, но ты не можешь понять, кто там рядом с тобой, кому ты пришел в гости. А интернет, это все-таки, это онлайн. Задали вопрос дня. Я ответил. И ты это видишь в реакцию. Зашло, не зашло, кстати, да, бывает? Да. Ну, вопрос дня, это вообще вот фишка, но, опять же, гениальная идея нашего руководства, да, задавать вопросы. И этим самым вообще, вот СМИ, вот я, да, я не СММщик, как с корня СММщик. Я больше, это как специальность называется. Я больше, по-моему, контент, ну, не контент-мейкер, а... Ох, такая мысль ушла. В общем, что я хотел сказать, что соцсети, вот если ты занимаешься социальным развитием, ты хочешь понять, ты должен понять, что нравится твоей публике. Но это, опять же, как и в журналистике, это все переносится на соцсети, вот эти больные темы для населения. И ты уже путем вот этих вопросов, с утра мы задаем, интересно знать. Многие люди до сих пор спрашивают, а почему вы задаете вопросы и не можете ответить на них сами? Да мы спрашиваем же у вас, зрители, чтобы вы высказались, а мы бы показали это вечером в нашей прекрасной рубрике новостей и соцсетей, допустим. И тем самым вы можете транслировать свое мнение, если у меня, конечно, интересное, поделаю островное, на весь регион через наши соцсети. Это, опять же, пример хорошей обратной связи. И мы постоянно мониторим то, что очень важно населению. И у нас есть такие темы, триггеры, которые мы знаем, если мы зададим вопрос на эту тему, он всегда наберет очень много. Да, цели ведь телекомпания не преследует кого-то ткнуть носом, да, просто указать на проблему. Указать на проблему, на самом деле. И не больше, не меньше. И вот к вашим услугам, дорогие наши, Рустам Мухаммед Калиев, он гость сегодняшней нашей программы. Стихоплет ведь написан он у меня. Откуда вот это вот от себя? Баловался. Как, насколько добавился на книжку? Нет, нет, но стихи разные были, особенно я когда начинал. Я бы не сказал, что это прям стихи, это прям высокопарно звучит. Но люблю что-нибудь сочинить, что ли, какие-то строки в голове приходят. По сути, я так и попал в журналистику. Я раньше в буту своей молодости думал, что чтобы стать хорошим поэтом, исполнителем, нужно быть и журналистом. Пошел, вот мы журналистом. Но нет, у тебя противоположное мнение, ведь многие из наших коллег сдуру думали, что для того, чтобы стать журналистом, нужно уметь писать стихи и сочинения. А, наоборот. Поэтому, да, вот если честно, поверьте мне, не надо там особо этим блистать. Ты же, наоборот, считай его. Ну, потому что для этого нужен большой бэкграунд. Я считаю, чтобы писать стихи, нужно, во-первых, быть самому. Знать очень много, ну, как сказать, быть достаточно образованным, плюс иметь какой-то опыт в определенных сферах, там, жизни, наблюдения. И вообще журналист, вот мы буквально со своим коллегой Артем Клеоновым вчера разговаривали, он говорит, он должен знать все. Ну, я, в принципе, все, конечно, знать невозможно, но то, о чем ты говоришь, я как профессионист, я должен, если я говорю об этом, я знаю эту тему досконально. Да, с ней нужно, и нужно, действительно. Потому что говорить поверхностно, а о каких-то вещах ты только не знаешь, я считаю, это немножко, ну, неправильно. Ну, это вот то, о чем мы с тобой и говорим, но зашло, не зашло, действительно. То есть полуфабрикат, это очень, ну, телевизионный продукт, его никто не доварит, если не доваришь сам. Я правильно это мыслью. Я, по-моему, правильно в этом отношении. Так вот, поэт сегодня у нас еще по совместительству, Рустам Мухаммед Калиев, ну, что мы там, израннего, я не знаю. Да, не, не израннего, это буквально я вчера написал, ну, вот, утром даже я написал, это перед сном. Четыре часа утра родилось, но там маленькая полстиша у меня, ну, на сортовом телефоне. Ну, мы сделаем маленькую паузу, небольшую паузу, и давайте зачитаем. Не успел запомнить наш... Да. Ну, вот чудесным образом, да, Брустам вот сейчас, у него такая записная книжка современная, скажем так. Ну, в общем, не израннего, да, у нас? Да, буквально родилось, поэтому, извините, дорогие зрители, Тимофей, что с сотов, потому что очень свежак, вот буквально. Свежак. Свежачок. Вы сейчас становитесь, ну, прям, свидетелями истории. Нет, на самом деле это не прямо, что такого... Да, любопытно, он, они аплодируют уже наши зрители. Ладно, все, хорошо. Сегодня 3 февраля, проект «Откровение и я». Рядом Голев Тимофей, что получил Тумар-трофей. Он и тиран, и не злодей, скорее наставник, как сенсей. Ну, вот опять про карате, но каждый день как кумите, крутись как белка в колесе. Жень пролетает, как во сне, вопрос, проснешься ты, аль нет? Ну, ура, ура, ну, вся наша творческая команда аплодирует вместе со зрителями. Ну, не ожидали, по-моему, наши коллеги в том числе. Ну, ритма есть. Здорово, спасибо. Ритма есть, и главное я... Я там в твоей истории-то выфигурировал, на самом деле. Круто, ты сам пишешь о карате. Да. Что там, у тебя, кстати, не в детстве, по-моему, а уже в таком более или менее... Да, мне было 15 лет. До 17 лет, с 15 до 17 пикушинкой карате ты решил заниматься или за тебя кто-то решил? Нет, за меня вообще мало когда кто-то решил. Даже, ну, начиная от поступления, я был всегда сам. Но мы увидели объявление, я, если честно, я сейчас не вспомнил, когда ты мне задал вопрос, как я туда попал вообще, как я пришел. Я не помню. Просто оказался. Мы с друзьями, у нас 4 одноклассника, пошли на карате. И в итоге остался только я. Опять же, это было по убыванию. Каждого, кого я побеждал со временем на татаме, они просто, по-моему, уходили, мои одноклассники. Ну, то есть ты побеждал своих одноклассников? Ну, приходилось. Ну, и дружба брось. Нет. Ну, откуда они сказали, все, мы пошли, нет? Они ничего не сказали, они просто не пришли на сочтение на тренировку. Почему так получилось? Я не знаю. Говорю, что ты бросил? Он говорит, да, типа, не нравится мне, так сказал. Не смогу я тебя победить, да? Ну, может быть, что-то, какие-то чайные надежные. Может быть, да, и он сразу же груз колесом. Ну, круто, на самом деле. И до чего ты там тренировался все-таки два года? Ну, прям, на самом деле, до новичек. Пять медалей у меня. Ну, как сказать, все, что я ездил, грубо говоря, три года. Ой, три месяца тренировался, потом поехал на первое соревнование. Причем, нужно понимать, сейчас немножко по-другому соревнования. Раньше, хотя и сейчас это не особо финансируется, грубо говоря. Если ты хочешь куда-то поехать, ты ешь за свой счет, собираешь деньги. Я помню, в Актау ездили на поезде летом. Три дня в Актау. И туда, и обратно. Ты туда, и обратно. Да, и там весогонка такая уже была. Смотришь, там плюс 35, в поезде три дня, колошматишься, ты приезжаешь туда, ты такой вяленый, тебе надо еще выступать, драться. Один раз выступал в России, но там, конечно, уровень жесткий. Меня там поклали прям. Прям побили, да? Прям жестко. Там меня так вывели дыхание, что я... Такая, что я была 17 лет, теперь я сказал. Это, кстати, одно из последних соревнований было, где, ну вот, грубо говоря, дыхание сбили, я просто что-то там не задохнулся. Да, но к чему ты говоришь, что все за свой счет и почему-то мне это прорастись? А, потому что... Сложно было... Сложно было, нет, можно было бы больше. Я просто сейчас сказал, что у меня все пять медалей за два года. Наверное, у кого-то больше. Ну, имеется в виду, я проиграл только... Ну, не завоевал медаль только в двух соревнованиях, есть синий, получается. На семье я был. И, ну, естественно, тяжело было в конце. Когда я такой новичок, и ты приходишь, а до финала всегда же лучше добирается. И там какой-то стоит коричневый пояс такой, дяденька, который уже 10 лет занимается. Естественно, и по технике, и поэтому там победить очень сложно. И все. Поэтому финалы, финалы были самые сложные всегда. Ну, вот твой склад ума, или я лучше, или вот как вот? Ну, я старался... Или победа, или я ухожу? Нет, я ушел не по этой причине. Мне очень рада сказать, что это на самом деле очень много дало. Я вообще до сих пор благодарен своему наставнику Арману Амихановичу. Привет. Да, большой привет. Просто карате – это не просто спорт. Вот почему я не... Я, естественно, не особо люблю спорт, но карате просто отношусь к душе, потому что это философия больше. Ты не приходишь, чтобы там погонять, что-то подраться, там вот эти все. Ты приходишь, ты медитируешь изначально. Ты настраиваешься на себя, на тренировку, на свое тело. Вы сидите, там. Особое уважение к залу, особое уважение к старшим, к сенсей. И это немножко передается. Я вообще считаю, ну, для детей, до маленьких, это один из идеальных видов спорта. Хотя он очень контактный. Очень контактный. Очень контактный. И, ну, с руки в голову не бьют, и это хорошо. Ну, с ноги могут зарядить сильно. Могут зарядить сильно. У тебя удары, или это все пикушинка и карате, это можешь... Нет, у меня не было никакого удара, я просто... Ты о чем? А, я... Только про какой удар ты сейчас? Я имею в виду, ты можешь рукой, да, там, по-моему, или ногой сломать доску. Где? Ну, это не дар, это больше техника. Техника? Оттуда же респорта? Техника, удар, ну, конечно, да. Но это называется, в карате это называется тамишевари. Разбитие, ну, разбить предмет какой-нибудь. Чаще всего это доска, конечно. Потерял навыки, нет? Ну, техники удара не потерял, но физическую форму, конечно, немножко подрастет. Способен сегодня нам продемонстрировать, мы хотели бы тебе сюрприз тут организовать. У нас полным-полно здесь... Досок. Досок, да, и мы могли бы прямо сейчас занести ее в студию и попробовать проэкспериментировать. Ну, попробовать можно, конечно. Попробовать можно. Отвихнуть с соляной, как говорится. Спасибо большое, вот как раз-таки, да, вот мы недавно тут пол меняли. Вот этот экспонат, скажем так, способен ли ты сделать из него две половинки? Ну, вообще, в томишеваре обычно... А что ты так на него смотришь? Шокирован, да, скажешь? Тут покрытие, пленка, ну, допустим, когда разбиваешь, она должна быть, это просто брусок должен быть. А все, что закрепляет материал, оно может быть немножко проблематичным, но, думаю, я справлюсь. Я справлюсь, то есть не от маски, да, что там пленка? Нет, не от маски, но вполне возможно... Вполне возможно. Мы это обязательно сделаем. Будем из первого раза. Да, но нужно будет привести немножко в другой вид нашу студию, поэтому вот вопрос тебе. Ты картаришь, а поперся в журналистике на телевидении. Нет комплексов никаких, или ты считаешь, что фишка? Вообще нет. Я вообще не комплексовал никогда по этому поводу. Украшения? Или как есть? Как есть, скорее. Я не горжусь этим, ну, и не стыжусь этого. Это часть меня. Нам в школе не дразнили? Нет. Ну, то есть, картавым тебя не назвали? Нет, там. Нет, все нормально было. Не надо было, что меня картавым называют. Да, дорогие зрители, на самом деле, не случайно я про эту картаву, собственно говоря, спрашиваю. Мне стало недавно любопытно, а сколько же на самом деле вообще известных людей, известных, которых вы тоже прекрасно знаете, обладают этой особенностью, картавят просто. И при этом певцы, музыканты, актеры и все остальное. Мы сделали специальную подборку. Мне тоже было очень любопытно. Давай уже ставим вместе с собой, посмотрим. А потом уже будем разбивать доску. Внимание! Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, дорогие зрители, студия у нас, обида изменилась. Вот он, Рустам Мухаммед Калиев. Что там на руке у тебя? Да, так просто, чтобы не поцарапаться. Не поцарапаться. Платочек. Станислав Кейкин, он будет нам сегодня... Я тебе желаю удачи, на самом деле, я хочу продемонстрировать. Действительно, вот только буквально мы занесли в студию эту доску. Посмотрите, пожалуйста, ничего нигде не подпилено, абсолютно целое. Ну, в общем, удачи вам. Наблюдаем. Я единственное, думаю, да, у него покрытие такое жесткое. Смотри, держи. Ты понял, да, вот этим? Да, упрись на заднем. Ну, сейчас попробуем с первого удара. Приятного? На счет с третьего буду бить что-то. Раз. Два. Стоп! 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 Ну, ура, 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 ура. Все получилось, все сложилось. Все живы? Ни один ассистент не пострадал. Волновался? Волновался. Волновался. Все, мы возвращаемся в студию. Вот еще раз я вам демонстрирую наши зрители, ну, напополам, да, прям все сложилось, все получилось. Это ты три каких-то условных удара применял, и на третий, да, по-моему, совершил вот этот акт вандализма. Что это? Техника, то есть настроиться? Не, ну, нужно же, ты же должен определить цель. Ну. Под, как подстройка идет, она же, ну, и в глазу, и в мозгу, грубо говоря. Ты сначала просто отмечаешь, а потом один делаешь удар. Это как техника, да, часть техники. Но ты ее не применяешь, побить людей можешь, скажи мне, агрессивный, там, на праздник, на каком-нибудь с тобой? Нет, вообще, я вообще не конфликтный человек, на самом деле. И пусть многие считают, что я такой, да. Нет, нет. Все равно образ у меня более спокойный человек, и я очень, ну, достаточно неспытчивый человек. И я знаю, что я знаю, ну, я знаю, что я могу дать, но я никогда это не применяю в своих целях, во-первых, только в целях самообороны. Ну, в случае, если уж пригодится, то всю мощь свою, да, я проявлю. Но это мужчина, он так и должен, на самом деле. И уж если, не дай бог, к примеру, защищать семью, которой у тебя лично и пока еще нет, то, скажи, я уж тут справлюсь без посторонней помощи. Подержите мою... Подержите. Да, приходится нам, уважаемые зрители, запикивать некоторые вещи. В разнос пошел гость нашей программы. В работе с тобой легко? Нет, скажи мне. Это на 2-ка лет, наверное, мы спросим. Больше. Ну, а сам как ты считаешь? Ну, я считаю, что я с каждым язык нахожу достаточно легко, тем более, как близнецы, воздушный знак. Вам мне не знать. Да, да, близнецы, да. И я считаю, что я достаточно коммуникабельный человек. И даже если с кем-то тяжело находить, я все равно найду этот компромисс или язык общий, и будем работать. Я считаю, что со мной легко бы работать. Если нормально, ну, если, опять же, по-человечески относиться ко всем, допустим, и к просьбам, там, сделать, там, не сделать вообще никаких проблем. Все понятно. У него больше, знаете, такой творческий подход. Он относится к работе, как художники, там, к полотну, да, как они подходят, там, могут, там, что-то нарисовать, потом пойти, там, покушать, выпить, полежать и снова подойти и дальше творить, да. Вот у него такой подход в целом по жизни это здорово, но иногда, когда, там, когда какая-то работа, какое-то задание требует оперативности, да, то здесь у него может быть какое-то такое включиться, да. Так же, так же художника может включить, поэтому такие моменты, там, возникают у коллег споры, да, кто-то не выдерживает. И я в этом плане абсолютно, этот, спокойно отношусь, потому что у меня тоже очень много таких близких друзей, которые такие, я как-то нормально к этому отношусь. И у него особенно такая черта, что он этот человек, с которым можно поговорить обо всем, да, ну, он разносторонний абсолютно. Мне, допустим, немного трудно, когда ты работаешь целый день, сидишь в одном месте и когда рядом тебя не окружают тоже люди такие, с которыми можно поговорить, обсудить, там, элементарно, не знаю, смотрел новый фильм, да, А он человек такой киноман, тем более, он сразу в это включается, ты видел, я тоже видел, там, и как-то в таком плане, хоп-хоп, переговорили об этом, зарядился, обменялся мыслями, да. И это тоже, когда в работе, это тоже дает силу, ну, как бы, с энергией работать. В этом плане это здорово, мне кажется, такое качество. Рустам, безусловно, творческий человек и на телевидении он на своем месте. В принципе, здесь не может быть случайных людей, потому что за такой привлекательной, красивой картинкой, которую зрители видят на экране, кроется на самом деле кропотливый, совсем нелегкий труд. Чтобы прижиться в этой сфере, на телевидении нужен характер, внутренний стержень, такое оригинальное видение, скажем, нестандартный взгляд на вещи и обязательно умение работать в команде. Все это у Рустама есть. У Рустама есть свой стиль в подаче информации, кроме того, он умеет монтировать, знаете, такой универсальный солдат. Все свои навыки он успешно, на мой взгляд, выразил в проекте «Подумать только» и на сегодняшний день это, пусть такая короткометражка назовем, но очень украшает нашу сетку вещания. Если перейти на личности, Рустам, он общительный, неконфликтный человек, креативный человек, всегда очень переживает за песиков, за собачек. И, насколько мне известно, в нерабочее время он участвует в каких-то благотворительных проектах, значит, он добрый человек. Единственное, что хотелось бы пожелать ему, наверное, немножко самодисциплины, ну и успехов, успехов во всем. Ну, вот тебе, пожалуйста, вот они так говорят, не шокирован, нет? Ну, плюс-минус. Скажи, ну, хороший я на самом деле, да, что говорить, и поэтому вот так меня и характеризует. Так меня и характеризует. На сегодняшний день, вот наша программа уже заканчивается, на самом деле, элементы шоу даже продемонстрировал гость нашей сегодняшней программы, Рустам Мохаммед Калиев, СММ-специалист, автор ведущей программы «Подумать только» был сегодня у нас в студии. Чего еще не хватает в профессии? Где себя реализовать, скажи мне? Или вот пусть она так идет. В себе, конечно. Ну, вот душа тянется, конечно, к творчеству. И вот я уже ранее говорил, что там разные ипостаси журналистики, ну, условно, там, может, блогерство, это не журналистика, но отчасти там свои приемы, то, что в журналистике я умел, я там использовал. И там же я научился видеомонтажу. И для меня вот на настоящем, на данный момент видеомонтаж – это одна из высших форм удовлетворения творческих порывов. Условно говоря, вот, никогда столько удовольствия не получал, как от готового продукта. Вот тот же самый подумать только, монтировал своими руками, все вкладывал, музыку подбирал, часами сидел, вкладывал в каждый кадрик, какую там крупицу своей души. И когда ты видишь готовый продукт, вот, ваш дух захватывает у тебя, настолько такое удовлетворение души, я сделал. Хорошо. А если мне нравится, то я считаю, что это хороший продукт. Вот, ну, именно лично мне, если меня затронуло, я считаю, что это хорошо. Вот так немножко. То есть, твоя дальнейшая судьба – это все сам ты имеешь в виду? Нет, ну, стремиться… Нет, я считаю, что, допустим, вот, видеооператор – это отдельное искусство. В нашем деле, вот, допустим, когда мы контент создаем, я туда не лезу. У меня есть определенные коллеги и друзья, с которыми мы снимаем вместе, и он знает, что мне нужно. И я с ним вот даже, ну, максимум могу так глазами показать, ну, что-то, и мы работаем синхронно, он как мои глаза. И мне не нужно быть оператором, чтобы у меня был хороший видеоматериал. Но что касается остального, написание сценария, монтажа, я считаю, что здесь все равно журналист должен, естественно, руку перекладывать. Чтобы это был прям, он чувствовал, что это его роднулечка. Роднулечка, говорит гость нашей программы, совершенно с ним согласен, в большинстве. Потому что, еще раз напоминаю, дорогие зрители, мы работаем для вас, и телевизионное меню, оно разнообразное. Но мы уже сегодня обсудили, что полуфабрикат, ты его просто второй раз уже, ну, ты его не доготовишь. Да-да. Телевизионный продукт должен быть готовым, горячим. Горячим. И вкусным каждый день. Рустам Мухаммед Калиев был сегодня у нас в студии. Я тебя благодарю. На самом деле, чудо-человек, что уж говорит. Интересный собеседник, и не первый год мы с ним работаем. Удачи тебе, и совершенствоваться обо всем. Благодарю. Будь здоровым. И это прекрасная передача, только процветание. И вам, дорогие зрители, не пишите плохих комментариев, будьте добрее. Будьте добрее, потому что Рустам Мухаммед Калиев... Я за вами слежу. Он за ними следит, за вами следит, и за мной следит, и за всеми он следит, этот замечательный человек. А программа наша заканчивается. Мне помогала сегодня замечательная команда. Режиссер программы Михаил Павлов, звукорежиссер Дориан Соременов, видеооператоры, люди, которые давали вам картинку, и вы все сегодня прекрасно видели. Это Максим Носков, Вадим Зимевич, это Станислав Кейкин, стилист программы, Наталья Фокт. Вот всем им отдельные аплодисменты. И я, Тимофей Горьев, желаю вам спокойной ночи. Увидимся в следующую субботу на телеканале «Ербис». Субтитры создавал DimaTorzok